Всем привет ребят! У Федора уроки классные, а еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте. Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами настраивать каталог DJ Katalog 2. И прежде чем мы приступим к основной теме урока, хочется разъяснить некоторые моменты, которые я не сделал в прошлом уроке. То есть я нашел несколько визуальных, так сказать, неприятных моментов, которые я устранил. И сейчас в уроке покажу, как устранить, то есть вариант устранения. То есть я в прошлом уроке, если вы смотрели, я показывал, что видео, какое-то видео на вашем товаре, на вкладке видео, оно не адаптивно на мобильных устройствах. Я попробовал, посмотрел, и в этом уроке я покажу вам решение, чтобы это было адаптивно. И еще один косяк. Видите, вот здесь вот отступ, датчик изображения, и вот этот большой отступ до показателей, матрицы и так далее. То есть почему здесь отступ произошел? Потому что как только мы включили плагин, который вот так вкладки делает, у нас описание переместилось ниже атрибутов. И произошел датчик. Возможно, миниатюры можно было бы убавить, но их придется сильно убавить, чтобы вот это вот слово было близко. То есть как вот здесь вот объекты, новая категория атрибутов, да, и потом идут значения атрибута, точнее объективы. И, возможно, решения есть и другие, но я придумал самый интересный вариант. Давай сначала избавимся от этого отступа. Итак, мой вариант. Мы идем с вами в настройки в админке DJ Katalog, переходим в настройки, переходим на вкладку страница товара. И в первом ряду настроек, вот здесь, да, ниже смотрим вступительное описание. Если скрыто у вас стоит, ставим показать, и так пускай остается для всех товаров. Что мы получаем? Сохранить, закрыть. Давайте посмотрим. Во-первых, если вы подзабыли, где вступительное, где полное описание. Зайдем в товар. При создании товара на первой вкладке редактировать. Обратите внимание, вот первое окно редактора, это вступительный текст, да, вот это, ниже, это полный текст. Соответственно, где мы с вами в прошлом уроке делали вкладки, да, вставляли ролик YouTube и так далее. Соответственно, как только мы включили показывать в полной, развернутом, значит, продукте вступительное описание, обновляем страницу, видим, описание появилось, и тут же текст, вот этот вот датчик изображения спускается ниже. И как сделать, чтобы он был на своем месте? Ну, просто совет вам, чуть больше вставляйте описание вступительное, да. То есть я сейчас просто перейду на сайт CityLink, возьму еще раз описание. Я уверен, что у вас для товара будет больше описания, нежели у меня вот одна строчка, да. И просто добавляйте описание в вступительный текст чуть больше. Сохраняйтесь, обновляйтесь. И смотрите, какая красота происходит, да. Описание на нужном месте, сразу вот это слово находится ниже, нормально смотрится, и все четко. Здесь у нас будет полное описание, полные характеристики. Ну, если у вас описания для вашего товара очень мало, так что, например, только вот эти строчки, ну, тут уже извините, этот вариант вам не подойдет. Теперь разбираемся с видеороликом, если он не адаптивный. Как я и говорил, ставим плагин Ultimate Shortcode. Есть бесплатная версия этого плагина, ограниченная. Не знаю, есть ли там именно сам плагин YouTube. Я ни разу не смотрел бесплатный. У меня коммерческая версия плагина. Что мы делаем? Сейчас я вам покажу. Если у вас этот есть плагин, или вы его купите, он устанавливается как обычно. Находится он в плагинах. Сейчас я отсортирую. Вот он, Shortcode. То есть, его просто устанавливаете, и все, никаких настроек нет. Где он появляется, если вы не знаете? Также мы просто заходим в товары, например, редактировать товар. Захожу в товар. Здесь, видите, появляется кнопка, вот, вставить Shortcode. Здесь тоже, кстати, есть она. Что мы делаем? Вот, в принципе, Shortcode, как выглядит с YouTube. Видите, ничего нет. Какая-то переменная и ссылка. То есть, что вы делаете? Вы просто копируете ссылку на YouTube-урок, на ваш ролик, да, какой-то там обзор или еще что-то. Я просто отсюда скопирую, чтобы вам показать наглядно. То есть, как вставлять видео через плагин Ultimate Shortcode. Я все удалю. То есть, вот ниже у нас вкладка видео, да, нажимаем ставить Shortcode. Вот эти вот как раз все плагины, вот эти все кнопки, это огромные возможности, все возможные. Их все практически, я думаю, можно вставлять сюда в редактор, к вам в товар. Но, конечно же, нужно в них разбираться, чтобы понимать, многие на русском языке, при наведении мышки на тот или иной плагин, подсказочки на русском языке всплывают. То есть, можно тестировать, пробовать и разобраться будет несложно, если вам отсюда что-то нужно еще будет использовать для товара. Кстати, очень красиво можно оформить карточку товара, да, это называется карточка товара, вот это описание. В самом низу вот здесь YouTube видео, есть YouTube Pro, YouTube Pro это с более расширенными настройками, но нам достаточно YouTube видео, кликаем. То есть, что здесь нам нужно? Вот в это поле мы вставляем ссылку YouTube, то есть обычная ссылка, да, вот этот ролик про этот цифровой фотопарад, да, я просто копирую вот эту ссылку на ролик и все. Далее вставляю эту ссылку в это поле, управление шириной плеера, высотой по умолчанию, у меня стоит, я не трогаю, может управлять. Для нас самое главное, здесь адаптивный, в положении да. Все, ничего больше не надо, вставить шорткод и вуаля, ребят, магия, реально. Во-первых, ролик у нас был маленький, да, изначально, но размер мы могли управлять и в самом коде iFrame. Ну и давайте проверим правдивость моих слов. Вот здесь по иконке видно, что мобильная версия, потому что вот эта иконочка это мобильный телефон. Ориентацию поменяем, посмотрим. Видите, все как четко. Вот описание вкладка, вот видео, и видео никуда не уходит за края сайта. И в другом развороте экрана тоже все хорошо. То есть устраняем два вот этих вот неприятных момента. Теперь у нас все четко, все по полкам. И давайте начнем смотреть тему уроку. И в эту тему я решил внедрить важные моменты. Да, еще все-таки два небольших нюанса до тем урока я вам расскажу сейчас, который я не упомянул в прошлом уроке. Ну, возможно, для кого-то очевидные вещи, но все-таки я хочу их проговорить. То есть в редактировании товара на вкладке коммерция, да, если цена, если у вас появилась как бы скидка на товар, что делать? Например, цена товара 100 рублей. Специальная цена. Вот это поле мы не рассмотрели. Ну, как я уже и говорил, скорее всего, вы уже разобрались. Но я все равно покажу. Как отобразить это на сайте? Вы просто здесь ставите сниженную цену. То есть именно акция какая у вас на товар, да? То есть товар стоит, например, пока временно 90 рублей. Потом вы просто отсюда все удаляете, и он опять будет стоить 100 рублей. Но самое главное, как это выглядит на сайте. Специальную цену ставим 90, нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Сразу вот здесь вот круто смотрится. Красным перечеркнуто, все само подставляется. Видите, старая цена 100 рублей, перечеркнуто. Новая цена 90. То есть, ну, все сделано грамотно, четко. Соответственно, здесь в списке тоже это видно. Посмотрим в плитке, да? Это должно быть здесь видно, не заходя в товар. Оно здесь и видно. Но у нас цена отображается, соответственно, отображается сниженная цена. С этим понятно. Дальше. Я уберу сейчас 90. С этим товаром еще будем работать сегодня. Что я еще хотел показать? Этикетки. Полезная вещь. Возможно, кому-то пригодится. Не сложно абсолютно. Давайте рассмотрим. Изначально мы ничего здесь выбрать не можем. Что мы делаем? Этикетки нужно создать. Здесь слева. Этикетки. Вот, находим. Нажимаем. Нажимаем создать. Название. Просто демо пишу. Текст этикетки. Пишу текст. Описание. Пишу своими словами, чтобы вы просто понимали, где это может отображаться. И пока ничего больше не делаем. Сохранить, закрыть. Соответственно, можно создать неограниченное количество различных этикеток. Когда вы поймете, зачем они нужны, будете с удовольствием их применять. Захожу в товар. В любой товар заходим. Этикетки. Этикетка называется демо. Вот вы видели, да? То есть, вот она. Если она у вас не появилась, вот так вот сразу пишите название этикетки. Оно появляется. Нажимаем. И причем, наверное, можно назначить на один товар несколько этикеток. Я так полагаю. Сохраняемся. Идем на сайт. Обновляемся. Вот здесь у нас текст, видите, белым цветом. Его не видно. И при наведении, видите, текст. Описание. Соответственно, зайдем в этикетки, чтобы лучше понимать. Во-первых, отображение этикетки. Если у вас здесь ничего не отображается, вам нужно пройти. В настройки. Давайте я вам еще раз покажу. В настройки. Страница товара. Страница товара. Вот эта. И здесь найти, включить этикетки. Соответственно, на списке товаров тоже не будет видно. Если это не включено. Давайте посмотрим. Здесь у меня отключено. Я не вижу здесь, видите. Но мне здесь... А, нет, оно есть. Вот с этим, возможно, я потом вам покажу. Видите, ее не видно. Что можно с этим сделать. Просто я обычно использовал иконку. Сейчас вам покажу. С иконкой намного круче, если вы подготовите какие-то небольшие картинки. Еще раз заходим в этикетке. Давайте посмотрим. Вот видите слова демо, текст, описание. Вот где они расположены. Соответственно, при наведении, вот вы видите, где написан текст. Это заголовок вот этой подложки всплывающей. И где описание. Соответственно, здесь может быть какое-то большое описание. И есть еще тут, видите, тип. Обычная подпись и ссылка. Если выбираем ссылка, то мы можем указать ссылку. Стороннюю ссылку. Давайте даже проверим, потому что я укажу свой сайт, потому что я это даже не пробовал. То есть стороннюю ссылочку. И сразу давайте я вам покажу, как выглядит это с иконкой. Здесь вот эта иконочка 50 на 50 пикселей, по-моему, это большая. Надо подготовить какую-нибудь, я не знаю, 10 на 10. Я не знаю, какая вам подойдет. Сейчас вам показываю, как это будет выглядеть именно с картинкой. Вот так это выглядит уже интереснее. Интереснее, да? Текст. Кликаем. Это является ссылкой. Все работает. Но в окне открывается. И можно выбрать пункт меню. Сразу выбрать из наших пунктов. Именно на какую-то внутреннюю страницу, чтобы ввела данная этикетка. И материал. Ну, то есть обычным джумловским материалом. Соответственно, ссылку, например, не надо. Это просто какое-то пояснение, да? Ну, и, соответственно, получается, что текст этикетки, если мы не заполняем, можно пропустить. Обновимся. Получается только иконочка. И вот представьте, можно, наверное, накидать разных вот этих вот этикеток с каким-то описанием. Давайте посмотрим, как это будет смотреться именно с таким немаленьким описанием. Возможно, вам это где-то очень-очень сильно пригодится. Я вообще люблю всякие такие фичи, когда они есть. Ну, отлично, в принципе, смотрится, да? Давайте попробуем назначить две этикетки. Как они вместе будут смотреться. Напишу DEMO2. То есть тут, соответственно, любое ваше название правильное, да, которое должно быть. Ну, просто для примера возьму иконку Sony, да, чтобы просто не внедрять какие-то здесь иконки. И внедрю то же самое описание. Все. Сохранить, закрыть. Возвращаюсь я в товар, в тот же. И назначу вторую иконочку. Точнее, этикетку здесь. Видим, что ее здесь нету, да. Она у нас DEMO2. Как только-только DEMO ввожу, сразу появляется. Видите? То есть вот добавляю уже две этикетки для одного товара. То есть для каждого товара вам надо будет индивидуально этикетки выбирать. Ну, все замечательно, ребят. Они смотрятся, я боялся, они будут смотреться в столбик, а они смотрятся вот в линейку, да. Это очень круто, потому что можете просто придумать, да, как это классно к товару можно оформить. Это могут быть какие-то знаки, какие-то логотипы, какие-то знаки качества. Знаки качества, а тут, соответственно, описание, да, там, этот товар там был номинирован на год, лучший товар там года или еще что-то. Я не знаю, как угодно это можно использовать. И, соответственно, мне еще это интересно посмотреть здесь. Ну, в принципе, они маленькие. Вряд ли бы они смотрелись плохо на мобильном устройстве. Замечательно. Итак, в товаре с вами переходим на вкладку коммерция. И давайте рассматривать новые пункты, которые еще не рассмотрели. В самом низу модификатор цен. Что это, с чем это едят? Изначально отключено. Выбираем, точнее, здесь три выбора. Фиксированное значение. Как только выбираем, появляется уровень цен. И здесь есть кнопка плюсик. По плюсику мы можем создать неограниченное количество таких полей. Или потом вот тут по крестику их удалить. Или также вот по этому плюсику создать еще. Вот здесь вот справа в углу. Что это? Смотрите. Если человек покупает этот товар в трех экземплярах, его мы можем покупать с этого, поощрить. То есть, третий товар будет дешевле. И как работает именно модификатор цен. То есть, вот именно фиксированное значение. Есть три варианта, да? Процент и скидка на указанное значение. Я вам сейчас это объясню, как это работает. Все очень просто. Во-первых, чтобы лучше нам разобраться, цену товара я выставил 100 рублей. Просто для теста. Вот давайте проверим, как это работает на сайте. Значение, видите, 90 рублей. Вот смотрите, сохраняемся. Идем на сайт. Причем, обратите внимание, я назначил индивидуально, вот здесь. То есть, только для товара зеркальный в парадканом 200D. Вот только для него это будет работать. Если нужно для всех, для всех товаров. Или для того же производителя. То есть, для всех товаров данного производителя. Для той же категории. То есть, для всех товаров одной категории. Я делаю, ну, неважно мне сейчас, индивидуально. То есть, только для этого товара. Как это проверить? Помещаем товар в корзину, нажимаем купить. Заходим в корзину. Да, кстати, еще момент. Чтобы у вас тут в корзине. Мы просто с корзиной еще не работали. Плотно, да, не начинали. Уже постепенно начинаем затрагивать корзину. А корзина это уже, в принципе, интернет-магазин, да. У вас тут цены не будет. Вам надо, чтобы она была активирована. Пройти в настройки. Извините, что я вот так вот дергаюсь, да. И перехожу в другие какие-то обучающие моменты. Но здесь это важный момент. Я перехожу, значит, в настройки. Ничего сложного здесь нет. Вот корзина мы с вами еще детальнее о ней поговорим в следующих уроках. Вот на корзину переходим. Показывать цены, да. Выставляем. И сохраняем, закрываем. После этого у вас цена появится. Так, давайте еще раз. В товаре я выставил фиксированное значение. При покупке трех копий одного продукта, значение 90. Смотрим в корзину. Видим, товар стоит 100 рублей. Я нажимаю плюсик. Два товара. Логично, 200 рублей. Итогол, 200 рублей. Логично. Еще нажимаю плюс. Покупаю три товара. Корзина обновляется. И что мы видим? 270. Понятно, да? То есть я даю скидку на каждый продукт. И получается 90 выставил, да? То есть каждый продукт по 90. То есть если бы не было скидки, было бы 300, а так 200, 270, да? С каждого продукта по 10 рублей снимается. То есть когда вот здесь 90. Вот так это работает. Дальше. Скидка на проценты. Ну, это вот, наверное, самое понятное будет. То есть 5% скидки. То есть также при количестве трех. Здесь вы можете поставить, например, при покупке 10 товаров. То есть на ваше усмотрение. Значит, смотрите, пускай будет 3. И скидка, третья покупка, да? Одного товара даст 5% скидки. Причем можно здесь сделать неограниченное количество, наверное. При покупке, например, 10 товаров. 15% скидка, да? Потом еще добавите. При покупке там 100 товаров, да? Сразу скидку, может быть, какую-то такую корпоративную, мощную предложите вы. То есть на ваше усмотрение. Давайте протестируем скидку на процент. Сохранимся. Прямо здесь в корзине просто нажимаю обновить. Ну, давайте вот так вот сделаем. То есть два товара 200, 200. Покупаю третий. И вот процент сработал. 285 вместо 300. И давайте протестируем еще один вариант. Скидка на указанное значение. Ставим 10. Пускай также 3 товара. Сохранить. Идем в корзину, обновляемся. Два товара я положил в корзину. 200 получается рублей. Кладу третий. Ну, тоже, видите? То есть работает немножко в обратном, так сказать, порядке. То есть также с каждого товара по 10 рублей снимается. Только здесь я ставлю 10. Это понятно. По 10 рублей снимается. В случае же фиксированного значения, там надо ставить 90. Если хотите, снять 10. Я думаю, это понятно. В общем, разобрались мы с количеством товаров. И как организовать скидку. Так, я здесь это отключаю. Давайте теперь поговорим про комбинации. То есть в редактировании товара, вот здесь вкладка комбинации. Прежде чем здесь что-то в комбинациях делать, мы переходим с вами уже в знакомую группу полей. Комбинации. Это что такое? Выбор цвета, выбор размера. Здесь для цифровой техники, наверное, не подойдет. Но если вы продаете какие-то футболки, где размер имеет значение, да, то есть МК, ЛК, XXL, цвета футболок, там, черный, синий, зеленый и так далее. То есть выбор цвета. Причем от цвета и от размера особенно может зависеть цена футболки. Согласитесь. Например, размер больше, но больше ткани используется, соответственно. И футболка дороже. Вот это все сейчас будем рассматривать. То есть здесь группа полей. Вы просто создаете, как хотите называете. Я назвал цвета. Создаем группу. Потом мы переходим в экстра поля. Дальше я уже создал выбор цвета. Вместе сейчас с вами создадим размеры. То есть чтобы можно было выбрать цвет. Вот я пишу заголовок. Выбор цвета. Дальше я выбираю. Обязательное поле я поставил да. Сейчас хочу показать, как это смотрится. Вот здесь важный момент. Варианты корзины обязательно надо поставить да. Иначе это не будет работать в данном случае. Остальное, в принципе, можно оставить по умолчанию. Ну и вот здесь вы добавляете цвета просто. Черный, синий, красный, зеленый и так далее. Вот представьте, да, тут вот понятно. Создали. Что делаем дальше? Размер сейчас создадим чуть позже. Давайте сначала с цветом. Перехожу в товар. Например, представим, сейчас забудем, что у меня цифровая техника. Допустим, это какая-то футболка. То есть магазин по продаже футболок. Переходим в комбинации. Просто надо вам научиться, как работать с ними. Как только мы создали экстра поле, вот здесь вот это поле, оно появляется. Цвета, да, которые вы сейчас увидели, оно создано. Выбираем цвета. Что делаем дальше? У товара артикул 007. Вот, вот здесь, да. Ставим 007. Цену. Если цена не меняется нигде, в зависимости от цвета, ставим 0. Но мы можем в любом случае сейчас, чуть позже, проставить цену другую, если цена у нас отличается. В зависимости от цвета одежды. Наличие. Можем оставить 0, если в наличии футболки как бы, ну, есть. Выбор цвета. Выделено все, да. Есть. То есть все цвета для данного товара. Соответственно, если вдруг для какой-то футболки нету какого-то товара, можете не выбирать. Например, черного нет, значит здесь выбираете только синий, зеленый, красный. Внизу нажимаем кнопку генерировать. Сразу появляются все цвета здесь. От артикул проставляется цена наличия. Можно прямо здесь в колонках менять. То есть если цена 000, значит цена будет одна для всех. И вот цвета здесь. То есть можно или здесь выбирать, но у нас уже красный, зеленый, синий, черный выставлены, да. Назначили для данного товара, все. Назначили выбор цвета. Теперь, как на сайте это смотрится? Сохраняемся. Идем на сайт. Перехожу в товар. Вот здесь вот в нашем блоке инфо в белом появляется, видите, во-первых, заголовок выбор цвета. И выбор цвета. Цена 100 рублей. Красный. Зеленый. Цена не меняется. Вы видите это. 100 рублей. Вот кнопка обязательное поле. В атрибуте я вам специально акцентировал это, да. Вот пока вы цвет не выберете, кнопка купить неактивно, видите, она бледнее. То есть получается мы не купим. Пока не выберем красный, например. И кнопка активна, видите, теперь она кликабельна. Если это не нужно, поле обязательным не делайте. И теперь уже самое, наверное, простое. Например, красный цвет футболки дороже. Цена. То есть здесь надо прибавить цену. Если футболка стоит 100 рублей, а красный цвет 110, ставим 110. Сохраняемся. Идем на сайт. Выберу без цвета. Обновлюсь. Смотрим сюда. Цена 100 рублей. Цена зеленой футболки 100 рублей. Цена черной футболки 100 рублей. Цена красной футболки 110. Все работает. Ну и как это может выглядеть более сложно, да? Ну или может быть даже проще. Что мы делаем? Для закрепления информации переходим. Сразу давайте вот прямо отсюда слева перейдем. Экстра поля. Создаем новое. Размер. То есть это XL, L и так далее. Группа полей. Ну, например, цвета. То есть мы можем засунуть в одну группу полей те поля, если это вам удобнее, да? То есть мы выбираем только цвета в товаре, и потом нам сразу показываются и цвета, и выбор размеров. Если хотите это сделать отдельно, то в группе полей создавайте отдельный, так сказать, отдельную категорию для размеров. Я хочу поместить это все в цвета. Тип. Здесь тоже важный момент. Можно выбрать либо чекбокс, либо радиокнопку, либо спадающий список. Давайте я возьму чекбокс. Сразу здесь можно писать XL. Несколько добавим. Потом S, M, L. Здесь обязательно, например, нет. Варианты корзины обязательно не забудьте поставить да. Остальное можем оставить по умолчанию. Сохранить, закрыть. Ну и все. Переходим в товар. Заходим в тот же наш товар. Переходим к комбинации. Вот здесь, видите, появился размер. Ставим галочку. Проставляется сразу же размер. Причем, обратите внимание, здесь он тоже проставляется. Причем, вы можете выбрать, например, красный, есть только S, зеленый, XXL, синий, L и так далее. А что делать, если красный, есть еще и M, да? Нажимаем добавить. Красный. Выбираем. Здесь выбираем XXL, то есть есть и S, и XXL. Ну и здесь атрибут, не знаю, нужно ли это проставлять, здесь нет, оставляем. Соответственно, цены меняются, вы знаете как. Нажимаем сохранить. Вот сейчас давайте проверим заодно. То есть у нас красный есть S и XXL. А зеленый, синий, черный, то есть черный есть только XXL, синий только L и зеленый только XXL. Как это будет на сайте работать? Обновляем страницу продукта. Вот здесь появляется размер сразу. То есть выбираем, смотрите, красный. Выбираем XXL. То есть XXL есть. S есть. А L я не могу выбрать просто. L-ки, L-ки нет. То есть вот так вот. Соответственно, зеленый. Видите, не могу ничего выбрать, кроме XXL. Соответственно, я не могу выбрать синий, пока здесь выбрано XXL. Соответственно, сейчас синий могу выбрать и выбрать могу только L. То есть вот так вот это работает. Следующее, о чем бы я хотел вам рассказать, это скидочные купоны. То есть это короткий код, который вы высылаете в качестве поощрения, я не знаю, или еще как-то, или акцию какую-то проводите. Или где-то можете этот купон распространять, ограничить этот купон на пользование и так далее. То есть купоны, которые вводятся в поле, да, и этот купон дает ту или иную скидку. То есть вот здесь вот слева мы смотрим, находим купоны. Ничего здесь не видим. Нажимаем создать. Ну здесь, в принципе, ничего сложного нет, но я все равно объясню вам. То есть купон. Можете просто на клавиатуре просто написать цифры, английские буквы, там, вот просто прописать, выберите купон. То есть этот купон, соответственно, вы выдаете кому-то, не показывайте ему нигде, где-то на сайте публично, да, потому что купоны обычно просто так не дают. Описание. Ну напишем просто тест. Тип скидки. Процент фиксированная цена. Ну давайте процент. Величина скидки, ну, 5%. Дальше. Ограничить повторное использование. Давайте проверим, как это работает. То есть пускай будет этот купон действовать только один раз. То есть лимит на количество использования поле ниже. То есть этот купон будет использован только один раз. Дважды его использовать будет нельзя. Количество повторного использования. Видите, в данном случае пока не активно. В данном раскладе настроек, да. Ограничение на количество использования для одного пользователя. Если включаем, ограничить на количество использования для одного пользователя ниже. Но у нас уже есть ограничение, поэтому, думаю, здесь не обязательно. И дальше, смотрите. Назначить для товаров. Если мы ничего не назначим здесь, то будет купон действовать для всех товаров на сайте. Если для какого-то одного товара, здесь просто так его не выбрать. Здесь нужно написать часть заголовка товара. Например, 200, даже 200D не написал. Видите, в составе заголовка зеркальный фотоаппарат Canon EOS 200D. Есть фраза 200, и система подхватывает заголовок и находит данный товар. Выбираем его, причем также можно по критику удалить и назначить, например, для двух, трех или более товаров. То есть можно назначить либо для нескольких товаров один купон, либо для всех товаров, если мы здесь ничего не пропишем. Дальше, ограничения по категориям. Здесь все проще, просто. Можно выбрать ограничения для какой-то категории, выбрав из списка категории. Вот так вот. Ограничения не будем ставить. ID исключенных товаров. Можно перечислить ID товаров, какие надо исключить. И назначить для пользователя. Здесь это интересно. Здесь будет список ваших зарегистрированных пользователей. Для какого-то одного пользователя можно назначить один купон. Никто другой не сможет его использовать. Ну, естественно, у вас должна быть активная регистрация на сайте, то есть покупку могут совершить только зарегистрированные пользователи. Ну, здесь понятно. Ну, и опция публикации. Здесь, в принципе, ничего не надо. Она у нас опубликована, самое главное. Запоминаем промокод, вот этот купон, да, мы его будем использовать. Сохрани и закрыть. И причем можете создать еще, еще, еще неограниченное количество купонов там на разные категории товаров и так далее. С разными параметрами. Значит, 5% скидка. Работает купон только для этого товара. Соответственно, мы нажимаем купить. И сейчас посмотрим, как применяется купон. Один я удалю. Так, вот. Итого, 100 рублей. Ниже поля. Купон на скидку. Вводим просто купон подарочный. Нажимаем применить. Сообщение. Купон применен. И вот здесь вот показано. Во-первых, в корзине отображается выбор цвета и размера товара, да, если это футболка. Так же полезно. Цена без скидки 100 рублей. Скидка купона 5%. Итого 95 рублей. Отлично. Я добавил еще один товар в корзину, чтобы проверить на работоспособность купон. Ввожу купон, нажимаю применить. И система сообщает нам. Извините, но вы не можете использовать этот купон. Он предназначен для определенного товара, который нет в вашей корзине. То есть он не просто ошибку выдает и не дает скидки. Он еще показывает, что купон непростой и не для этого товара даже. И, соответственно, я до этого тестировал, до урока, какие есть вариации, ограничения. И они работают все на сайте. То есть проблем никаких здесь не должно быть. Я думаю, по купонам, по крайней мере, надеюсь, здесь все понятно. Ваша задача поиграться здесь, создать разные купоны с разными условиями и потестировать их самому. Например, создать для пользователя, для определенного. То есть сделайте еще одного пользователя на сайте, тестового пользователя. Зарегистрируйте его. То есть менеджер пользователя просто создать. Создайте тестового пользователя и попробуйте ему назначить. Только вам придется на сайте зайти, авторизоваться под этим пользователем. То есть зайти вот здесь, где логин форм. И посмотреть, как купон работает только на него. И так далее. В этом уроке хочется еще показать, как для каждого товара можно прописывать такие данные, как местоположение. Как вот здесь вот. Для того, чтобы отображались эти данные, страница товара переходим. Находим с вами настройки местоположения, информация местоположения. Если у вас скрыто, включаете, нажимаете показать. А иначе не будет ничего работать. Далее мы переходим в товар. Заходим внутрь. И здесь вот есть местоположение. И просто адрес, почтовый индекс там, город, Российская Федерация, область. Карта у нас пока не включена, поэтому ширину и долготу указывать нет смысла. Хотя здесь в подсказке написано, оставьте поле пустым, если вы хотите сгенерировать координаты автоматически, базируясь на указанном адресе. То есть адрес, который указали выше. И данные телефона, мобильного факса здесь прописываете. Сохраняетесь. И потом у вас вот так вот в товаре под описанием местоположение будет. Итак, переходим с вами на сервис Плусо. Один, по-моему, из самых популярных сервисов, который позволяет сгенерировать социальные кнопки. То есть это те кнопки, которые мы можем разместить в каждый товар. И эти кнопки будут являться лайками. То есть человек сможет пролайкать по любой соцсети тот или иной товар. Есть и еще другие сервисы. Не могу точно сказать, какие. Сам пользовался раньше этим. Но я вас предостерегаю. Ходят слухи, что в этот код, который выдает система ниже с социальными кнопками, которые нужно разместить на сайте, зашифрованы какие-то ссылки сторонние, чтобы, получается, вес передавался этому сервису Плусо с сайта. Это что не есть хорошо для нашего сайта. Я не знаю, как сейчас ситуация изменилась, но здесь уже на свой страх и риск. Если вам все равно, то, в принципе, используйте кнопки как бы для своего блага. И все. Итак, первые варианты кнопок, да. Я, например, хочу кнопки со счетчиком. Ставим точку напротив них. Внизу видим, как это выглядит. На прозрачном фоне. То есть можно выбрать без счетчика, со счетчиком. Мелкие. Средние, большие. Оставим средние. Потом здесь можем что-то убирать вот из этого списка, чтобы здесь нам, то есть нам, например, не все нужны кнопки, да. Например, нам нужно ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Остальное, например, не надо. Вот три кнопки, например, нам нужно. Здесь мы видим, все сразу работает. Из этого списка можно также перетянуть вот в эту влевую область мышкой, да. Просто зажать левую кнопку мыши и перетянуть ту социальную кнопку, которая нам интересна. Например, там Инстаграм. Здесь понятно. Дальше. Дополнительно. Название конкретной страницы, краткое описание. Но так как это код будет вставляться общий для всех товаров, поэтому мы эти данные, наверное, пропускаем. Хотя дополнительно написано, что это поле обязательно. Давайте попробуем просто адрес сайта вставить. Ссылка на страницу. А эти поля, наверное, можно пропустить как раз-таки. Итак, социальные кнопки есть. Код внизу. Нажимаем на большую зеленую кнопку скопировать. Так, если не нажимается, вот мне непонятно, у меня вот не нажимается. Кликаем вот в эту область кода в любом месте. Нажимаем Ctrl-A, горячие клавиши, да? Ctrl-C, выделили. Идем на наш сайт. Выходим из товара. Переходим в DJ каталог. Переходим в настройки. И переходим в главные настройки. Прокручиваем ниже. Находим раздел социальное распространение и комментарии. И код социальных кнопок. Вставляем здесь. Полностью как он есть. Ниже расположение кнопок. Снизу, сверху, после заголовка, после контента. Давайте попробуем сначала посмотреть сверху. Ниже страница социального кода. На каких страницах кнопки должны появиться? Страница товаров. Можно выбрать, где еще. Страница категорий. Например, только на странице товаров вам надо. Страница производителя, страница. Давайте оставим на странице товаров. Комментарии мы с вами уже включили от Facebook. Нажимаем сохранить. Переходим на сайт, обновляемся. И вот они, социальные кнопочки. Наверху смотрятся. Вот какие я и выбрал. То есть ВКонтакте, Одноклассники. На какую-то социальную сеть. Например, ВКонтакте. И что здесь важно? Смотрите, у нас заголок зеркальный фотоаппарат Canon EOS 200D. Он здесь, видите, подставляется. Зеркальный фотоаппарат EOS 200D. То есть, получается, мы не просто оставляем запись ВКонтакте на стене, например, да? Показать друзьям, подписчикам. И можно написать еще какой-то свой комментарий. Ну, как обычно, лайки. Все круто. Соответственно, здесь сразу счетчик один. Да, и здесь еще есть плюсик. То есть, человек может из списка, в принципе, выбрать другую социальную сеть. И там ее пролайкать. Посмотрим, что происходит на мобильном устройстве. В принципе, все good. И интересно посмотреть момент. То есть, после заголовка давайте снизу. Уже без меня потом поиграйтесь, где вам лучше нравится. Обновляемся. Наверху исчезает. Снизу, то есть, это в самом низу. Но не советую. Либо под заголовком, либо над. Чтобы это было сразу на глазах. Ну, и проверим. На категориях быть не должно. В принципе, нету. Все нормально. Итак, надеюсь, вам урок был полезен. Надеюсь, для вас урок был интересен. На этом давайте поставим паузу. И продолжим с вами разбирать каталог DJ Katalog 2. До новых минут. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok